Павильоны долгое время не функционируют и нарушают архитектурный облик города. Ларьки либо разрезают на части на месте и вывозят, либо перемещают конструкцию целиком на базу дирекции. По правилам, в течение месяца владелец может забрать свое имущество, оплатив расходы на демонтаж, транспортировку и хранение. Если этого не произойдет, павильоны станут муниципальной собственностью, а дальше их утилизируют. Один такой объект демонтировали на Астраханской. В настоящее время действует порядок по переносу, либо демонтажу незаконно установленных торговых объектов на территории города Тамбова. Было размещено требование о добровольном демонтаже. 14 дней оно находилось на официальном сайте, сроки все прошли. Владелец данного нестационарного объекта его добровольно не демонтировал. Вся информация была передана дирекции городского хозяйства для дальнейшего демонтажа, что сейчас и происходит. С незаконными нестационарными торговыми объектами в Тамбове борются не первый год. Демонтируют те ларьки, которые работают без разрешения или стоят заброшенные и неухоженные на муниципальной земле. Работа по переносу или демонтажу некапитальных торговых объектов соответствует требованиям закона Тамбовской области, который регулирует размещение конструкций. На текущей неделе планируется демонтировать пять торговых объектов. Два по улице Астраханской, один по улице Советской, один по улице Рылеева и один по улице Чичканова. В прошлом году улицы Тамбова освободили от 22 незаконно установленных павильонов. В этом году эта цифра выросла до 66. Работы продолжаются. Полина Болотова, Александр Кобзарев. При содействии Пресс-службы администрации города Тамбова. Область новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова